Нам просто выгодно оставаться алкоголиками. И есть категория людей, их большинство, которые говорят, ну, я не буду делать никаких усилий. Я прихожу к доктору и говорю, доктор, бросьте меня пить, пожалуйста. И не замечаю даже глупости этого вопроса, поскольку все равно же это я сам иду в компанию, в магазин, там, не знаю, в киоск, куда угодно ищу. Если я, доктор, могу вас закодировать, то это значит, я могу управлять вашими ногами, глазами, руками, всем этим. То есть тогда я превращаюсь практически в Господа Бога, потому что я могу управлять вашим сознанием. А основано все на очень простой и одновременно очень сложной вещи, которую тоже необходимо в себе до любой работы научиться чувствовать. Эта вещь, вот моя внутренняя тоже точка надежды на то, что это все кто-то сделает за меня, кто-то неведомый, в том числе Господь Бог. Она и в запое, она и в трезвом виде сохраняется. Если я могу помочь эту точку нащупать, тогда вы, в общем, сможете контролировать свое пьянство достаточно легко. Речь идет не о моих усилиях, а о ваших. Они должны стать усилиями, которые, несомненно, доставляют удовольствие. Правда? Либо я надеюсь, что чудо за меня совершает кто-то другой, фея, мама или водка, или на чудо способен я сам. Широко говоря, кино, компьютерная игра – это чужие образы. Стало быть, в общем, очень широко говоря, я думаю, это будет соответствовать действительности, человек, который любит читать, в итоге окажется более самостоятельным, чем человек, который любит играть в компьютерные игры. Более независимую позицию будет иметь, потому что его собственное воображение будет работать активнее. Вокруг существует огромное количество готовой продукции, которая предназначена специально для того, чтобы занять вот эту точку внутреннего пространства собой. И тогда опять никаких собственных усилий не нужно. Не я буду что-то воображать. За меня будет воображать кино. У нас дети даже, когда рассказывают о каких-то своих переживаниях, все время сравнивают их с мультфильмами, например. Вы знаете, Александр Геннадьевич, а ты знаешь, дядя. Все было у меня во сне, как в мультфильме «Русалочка». Я помню, ну просто ребенок мне рассказывал об этом. Как бы мы отвыкли от какого-то внутреннего кино, мы себя боимся. И это одна из причин пьянства. Вы не обратили внимание, что люди жутко боятся оставаться с выключенным телевизором, например, в комнате. Наедине с собой. Ну я не про всех, конечно. Я про многих. Мы стараемся не думать сами. Но если мы... Видите, в чем парадокс? А если мы хотим отрегулировать свои отношения с алкоголем, мы должны думать и воображать сами. Поскольку, естественно же, что усилия концентрации на себе чрезвычайно непривычны. Мы от этого бежим. Это, между прочим, чтобы вы понимали, на мой взгляд, одна из причин, одна из причин, по которой исламская цивилизация так резко и болезненно противостоит нашей культуре. Восемь раз в день надо искренне молиться. намаз совершать. А наша культура зрелищ это убивает. Хорошо, если человек это понимает. И хотя бы ищет какие-то способы для создания своего собственного «я». А если нам это нафиг не надо, в общем, жизнь оканчивается путешествием по психбольницам. Не обязательно по наркологии. Это же такой универсальный механизм. Вся торговая культура направлена на то, чтобы что-то завладело нашим вниманием, вот этой вот точкой, и его скушало. То есть, чтобы мы начали это покупать, потреблять. Потому что, если это нашим вниманием не владеет, то мы не будем этого покупать. И хотеть. Откуда берутся желания? Самые сильные и самые страстные. Да снова оттуда же, из этой точки. Наш организм знает, еда нужна для того, чтобы была энергия, для того, чтобы жить. И если мы, правда, голодны, то это все наше внимание захватывает. Правда? Пока не поедим, поскольку если я буду размышлять о том, что мне нужно или не нужно, я половину вещей не куплю и не буду хотеть, которых я покупаю и хочу. Включаю сюда и водку. Я хочу очень простых вещей. Я опять буду бить в свои таблики. А вы попробуете, держа в руках предмет, закрыть глаза, расслабиться как можете. Ничего специфического этого не требует. И отчетливо представить себе, пока звучат эти звуки, воображение и предмет, который держите в руках. Как можно подробнее вспомнить, тем больше деталей, чем вы сможете. Я знаете, на что я вас прошу обратить внимание. Как правило, отчетливый образ предмета находится там же, где заканчивается звук. Уходящий звук. Ага. То есть, находится как раз в зоне уходящего звука. Я для этого и звучу. Еще нужно попробовать такую вещь. Вот, вы сейчас задержите дыхание, я скажу, три-четыре, вы как бы этот звук вдохнете, и будете представлять предметами временно. Хорошо? Закройте глаза, задержите дыхание. Три-четыре. Хорошо. Теперь вот на секундочку. Все пытались сделать упражнение? Не все? Ну вот, попробуйте закрыть глаза и почувствовать. А как себя чувствует сейчас тело? Кисти горячие. Кисти горячие. А тело не легче? Как будто после сна. Как будто после сна. Как будто после сна. Должен быть элемент небольшого очумения, и тело должно становиться легче. Но не так летящее, но как бы отдохнувшим, да? Более легким. Это ощущение напоминает даже не легкое опьянение само. Правда? А его эффекты. Как бы то, чего мы ждем. Я просто хочу, чтобы это было понятно. Поскольку это эффект легкого транса, в который вы вели себя сами. Я совершенно, ну что я, предметы дал, да? И в тарелочке счел. Есть фрагмент из святой Терезы Айвейской. Не знаю, верно ли это сравнение, но по сути, так оно и происходит. В вознесении душа, казалось бы, покидает тело. Природный жад тела понемногу ослабевает и переходит в руки. И тело постепенно остывает, испытывая в то же время чувство великой радости и блаженства. При этом сопротивляться нет никакой возможности. Это чувство увлекает непреодолимо. Ты осознаешь и видишь воочию, как тебя уносит вдаль неведомо куда. Нам надлежит под доброй волей следовать туда, куда нас уносит. Ибо в сущности нас уносит независимо от того, нравится нам это или нет. А в случае такой внезапности мне нередко хочется воспротивиться, и я напрягаю для этого все силы, особенно если нахожусь в этот момент среди людей. А зачастую и тогда, когда я пребываю в одиночестве, ибо я опасаюсь галлюцинации. Иной раз всякое сопротивление невозможно. Моя душа уносится вдаль, а с ней, как правило, моя голова, и ничего я не могла с этим поделать. А иногда это распространялось на все мое тело, и я при людях к великому моему стыду отрывалась от земли. По свидетельствам это католическая святая, и по свидетельствам она действительно могла взлетать в таких экстазах. и чувство легкости, и чувство того, что тело отдохнуло, это тоже то, к чему мы стремимся в опьянении. Это, конечно, очень пошлое сравнение, но я просто хочу лишний раз подчеркнуть, что даже в состоянии есть эти ассоциации, их просто надо почувствовать, да, вот эти вот наши пьяные падения, это такая изнанка, противоположность вот этому нашему желанию взлететь куда-то вверх к Богу. Когда стал вести на очень разные темы радиопередачи, у меня вдруг появилось желание, никогда в жизни не любил мужчин с кольцами, тут вдруг стал носить на пальцах кольца. Что это такое? Концентратор. Это то, чем я заменяю опьянение, да? Представьте себе игрушку, которую вы любили в детстве. Вот закройте глаза и представьте. Машинки, дамы кукол, паровозиков. Это как раз тот любимый предмет, на котором мы с детства концентрировались, да? С теми предметами, которые вы найдете, тоже будет связана сказка, если мы с вами будем работать. Его тоже очень легко себе представить. Он как-то сразу отчетливо вырисовывается. Вот то, как вы себе представили детскую игрушку, вот это достаточная лично для вас яркость, с которой вы должны представлять себе этот предмет. Предметом может быть картина, дерево за окном, если вам нравится этот вид, да? Это чуть посложнее просто, потому что деталей больше. но тоже можно себе представить вид, вес. Пока не надо, чтобы этим предметом был человек, потому что человек это не предмет. Напоминаю. Внутри пьянства и наркотиков лежит одна тайная претензия. Я ее уже называл, я ее называл самолюбие. На самом деле эта претензия быть магом, ни больше, ни меньше. делать делать так, чтобы реальность моментально менялась так, как я хочу. Мы себя чувствуем исключительными и способными управлять миром. Мир этого никак не хочет подтверждать. Что возникает в результате? Ну, я не знаю, как это называется у вас. Я это называю для себя обидой. На мир. На Господа Бога. Мы просто об этом не задумываемся. Вообще, человек пьющий, не только пьющий, весь состоит сплошь из обид. Когда начинает лечиться, это сразу начинает демонстрировать. Такой, я бы даже сказал каменный каркас обид. Обиды, по сути, сводятся только одному. Я хотел, я мог, я на самом деле другой. Это, если так немножко ковырнуть, и есть суть того, что называют эгоцентризмом. У нас детишки, которые, конечно же, самые лучшие в мире. Их родители так воспитывают, особенно, когда полная семья. сбегают в мир компьютерных игр. Почему? Как вы думаете? Ну, прямо болезнь, компьютерные приставки, неважно, там, сетевые игры. Там легче чувствовать себя магом. Потому, что там заранее на сто процентов известно, что ты можешь достичь победы. Раз игру кто-то выпустил, значит, в ней можно достичь победы. Там я себя чувствую магом, а в этом сложнейшем мире в общем нет, ничего не получается. Я хочу эгоцентризм, эти амбиции, гордыня, самовлюбленность, как хотите называть. если присмотришься, когда то есть крутой тачки человек когда выходит из новенькой только что купленной, он обязательно оглядывается. Он так смотрит, ну как народ попадал от восхищения, открыл клюв. Поскольку на самом деле вот это ведь крутизна внешних проявлений, она нужна именно для этого. Огромное количество в реальности гораздо более дешевых и столь же комфортных автомобилей. Есть такая грань комфорта, где ее уже не чувствуешь. Функционального смысла это не имеет. Я покупаю дорогой автомобиль в общем для того, чтобы меня уважать. Чувствовать свою силу и влияние. Показать вот я какой кому другим. Мы все время боремся за то, чтобы человек в нашем сознании был камнем. Магическое мышление на что направлено? Или попытка заработать бешеные деньги? Да на манипулирование. Камешек делал такое. Захотел карман положил, захотел выкинул, захотел потерся им, понимаете. В общем, например, к своим женщинам мы предпочитаем именно так относиться. Если нельзя человек представить себе, как этот камешек воображения, то как же его представлять надо? Что значит поставить себя на место этого человека? Все очень просто. Если я не могу попытаться перенести свой разум в другого человека, то единственное, что остается, это попытаться перенести его разум в себя. Это все в действительности элементарно, давным-давно описано. Например, в профессиональной психологии это называется подстройка. Попробуйте на секунду взять и принять ее позу. И также немножко скептически улыбнуться. Также поставить плечи. А что бы вы чувствовали, если сидели в такой позе? Что такое любовь? Проще всего же продолжать тот вариант объяснений, который мы начали. Это некое чувство единства. А подстройка это простейший способ вызвать то самое уважение и симпатию, о которой мы так как бы любим поговорить. Только мы тратим не усилия подстройки, а усилия мага. Мы все время хотим чувство любви заменяется властью. Я, будучи одаренным человеком, талантливым и вообще гораздо более хорошим, чем это у меня наружу написано, от рождения имею право управлять и манипулировать другими. Я на самом деле вовсе не чувствую и не умею чувствовать, что они такие же, как я. Я это еще описывал через чувство жизни. На самом деле каждый из нас живет с убеждением, что он именно, он самый живой количеству жизней. Это его близкие мама, папа, дети, мужья, жены. А те, кто чуть подальше, они почти не живы. Ими можно манипулировать как угодно. На самом деле, если вы задумаетесь, то поймете, что в общем любое преступление, возможно, только исходя из этого чувства, оно по-другому его не свершишь. Не почувствовав, что все остальные менее живые, чем я. У них можно украсть, там, я не знаю, треснуть по голове, еще что-нибудь. Такие понятия, как дружба и уважение, это ведь тоже часть любви. И любовь это отношение двух равных, отношение двух людей, каждый из которых может включить другого вот в состав самого себя. Ну, если вдуматься, да, телепатия большинство из нас не владеет. Как? Мы разделены коробками. Коробки состоят из мяса, костей. Мы не можем понять, что делается в душе у другого. Для этого надо объединиться, стать единым целым. То, о чем я сейчас говорю, техника, конечно, но это чуть ли не единственный способ понимания. я. Потому что, если я не пытаюсь принять в деталях позу другого человека, если я не пытаюсь почувствовать, что чувствую я, то я думаю о своей теории, о том, какой Катя должна быть, а не о том, какой она является на самом деле. День. День.